Более восьми лет в Ленинском районе города Ульяновска на улице Буинской строится жилищный комплекс молодежный. Точнее строился. Сейчас стройка заморожена. Терпение дольщиков, тех кто вложил свои средства в строительство и купил в этом доме квартиры, лопнуло. Они обратились за помощью в правительство Ульяновской области, чтобы решить вопрос с судьбой дома. Вот такой сложившийся экономический ситуации, такие маленькие застройщики не могли справляться, в том числе наш застройщик не смог справиться с сложившейся ситуацией. И квартиры перестали продавать по той цене, которую они продавали. Пришлось дампинговать цены. В итоге строительство еще больше затянулось, дольщики начали беспокоиться, начали, естественно, это все освещать, все возможные источники. И в результате сложилось так, что перестали покупать квартиры просто люди в этом доме. Однако председатель областного правительства Александр Смекалин, который неоднократно был на строительной площадке объекта, обрисовал совсем другую картину. С таким отношением застройщик к своим обязательствам я вообще столкнулся в первый раз. То есть такого я еще не видел нигде, когда застройщик в принципе не хочет и не может, не хочет, да и не идет по факту ни на какие коммуникации. Если хотя бы там по другим объектам застройщики говорят, что да, где им помочь, что им помочь, по крайней мере, садятся вместе с нами и ищут выход из этой ситуации, то здесь позиция полного игнорирования вообще чего бы то ни было. Александр Смекалин озвучил несколько вариантов выхода из сложившейся ситуации. Один из них – смена застройщика. Также будет заведено уголовное дело о мошенничестве. Рабочую группу по проведению мониторинга документации и выяснению всей ситуации по данному дому поручено возглавить лично прокурору Ульяновской области Сергею Хуртину. Кроме того, в работу включается ОБЭП. Рабочая группа будет ежедневно контролировать ситуацию на объекте. Задача поставлена в течение месяца провести эту работу и, соответственно, либо застройщик разворачивается лицом к вам и к нам и признает, что у него есть ресурсы для достройки, а у него на самом деле, по нашей информации, есть эти ресурсы, и достраивает этот объект. Если нет, то мы понуждаем его к смене застройщика. В крайнем случае, по словам председателя правительства, смена застройщика незавершенного объекта будет происходить административным путем, в судебном порядке, через банкротство объекта. Ирина Антонова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.